Во сколько лет нужно начинать бизнес? Во сколько лет нужно умереть? Я пил какое-то время, когда меня кинули на 300 тысяч. Каждый день, по 5 часов в день, я весь свой график подстроил под это. Бахаешь, допустим, наркоты. Набухиваешься так, что ты не можешь ходить. Куришь травку, объедаешься всяким дерьмом. Это неправда. Он прямо передо мной вот так вот упал. Я сидел, он еще двигался и какие-то звуки издавал. Он выжил? Нет. Всем привет. Вы знаете, в журналистике есть такое выражение «побыть стойкой для микрофона». И я как раз в этом интервью буду той самой «стойкой для микрофона». Что происходит? Мы в июне записали интервью с Олегом Торбасовым. Выложили, оно вам очень понравилось. И я буквально спустя месяц записал еще одно интервью, основанное на ваших вопросах, которые я задал в сообщество на нашем канале на YouTube. Лучшие мы выбрали, лучшие задали. И Олег сегодня на них ответит. Это будет довольно необычное интервью. Мы поговорим о вещах, о которых предприниматели, да и вообще люди часто забывают. Это порядок в голове и в делах. Это плотность времени, это здоровье и так далее. Я думаю, что будет очень интересно. Поэтому досмотрите до конца. Приятного вам просмотра. Ты говорил, что не носят часы в прошлый раз. Эти часы мне подарили на... После этого интервью, да? Нет, мне их подарили на день рождения мои сотрудники. Это G-Shock'и. Это уже шестые G-Shock'и, которые я покупаю. Я всегда беру белые G-Shock'и. Они стоят 10 тысяч рублей. Я не ношу часы, которые с претензией. То есть, если я одеваю толстовку или футболку, я могу одеть белые часы. Мне не нравится. Все знают, что эти часы 10 тысяч стоят. А я не ношу другие часы. Я помню, когда заработал первые деньги, я купил себе позолоченный ланжин. И они стоили там типа 80 тысяч рублей. И мне потом сказали, это армян стайл, типа позорный. Блестящие вот эти позолоченные часы. Их носят очень специфические люди. И я после этого убрал их в шкаф и не носил больше никогда. Как ты относишься к самодисциплине? Нужно ли ломать себя и перестать потакать каждой своей хотелке? Вообще самоограничение это то, что придает силы? Или же это то, что в итоге становится причиной спада из-за подавления собственной воли? Я вот сейчас читаю книгу, поток называется. И там есть такая мысль, есть слово такое энтропия. Это склонность к хаосу и к беспорядку. Любая система, да и наша Вселенная вся, она в состоянии энтропии находится. То есть она постоянно стремится к хаосу и к беспорядку. И без каких-либо усилий ты не можешь поддерживать порядок. Если уборщица не будет приходить в офис, офис подвергнется энтропии. Но если бы каждый мусор оставлял, то это бы превратилось в хаос, и ничего нельзя было бы найти. Здесь бы все было в горах мусора, и люди бы перемещались между ними. То же самое и к компаниям, кстати, относится. То, что компания любая пытается развалиться. И задача осознанно ее усилиями поддерживать в системности. И то же самое, мне кажется, и относится к человеческому поведению, и к человеческому желанию ничего не делать, лениться. Это такая очень интересная область для наблюдения. И, конечно же, нужны внешние силы и некое намерение для того, чтобы на это внимание направлять. Потому что у нас по факту управление вниманием происходит. Вот я просто бесился от того, что поймал себя на мысли о том, что я 40 минут листал ленту Фейсбука. И недавно я отрезвел, когда зашел в настройки аккумулятора в айфоне, и там можно посмотреть в часах, сколько то или иное приложение было использовано, исходя из 100% заряда аккумулятора. И я понял, что за один из дней я 4 часа находился в телефоне. И меня это очень сильно расстроило. Я прям реально, ну прям физически прочувствовал, насколько я сжигаю свое время. И я поставил тогда приложение Storytel для аудиокниг себе на телефон. И понял, что я не хочу больше смотреть YouTube в виде какого-то жвачки для ума, типа там «Уральские пельмени», «Камеди Клаб». Я вот сейчас включаю аудиокниги и понял, что для меня это главный инсайт вообще, наверное, этого месяца, этого лета. То, что раньше я не мог читать, когда ехал в дороге, потому что подташнивать. Ну, вестибулярка просто, когда ты концентрируешься на маленький экран, тебе тяжеловато воспринимать. Ну и когда тряска идет. Я не мог читать, когда иду по улице, ну просто это физически тяжело. И я вот открыл для себя аудиокниги и прям кайфанул. Я понял, что сильно возросла продуктивность моего времени простоя. Ну, когда я не работаю. Я всем прям искренне рекомендую поставить себе какую-нибудь слушалку аудиокниг. Я вот вчера взял самокат и поехал прям по Москве где-то час. Я ехал просто по набережной и слушал аудиокниги. Потом начался дождь, я посидел под мостом, посмотрел на воду и вернулся обратно. Вся прогулка заняла два часа. Я был один. Раньше я не мог один гулять. Мне было скучно. А сейчас я слушаю аудиокниги и мне одному вообще круто. Даже более продуктивно. Я понимаю, что нету каких-то пустых бесед и так далее. Прям кайфую. Я когда общался с Исаком Пентасевичем, он говорил, что вот так книги неправильно читать. Тем более слушать, потому что ничего не остается. То есть надо выписывать. Это неправда. Я нажимаю на паузу, если я слышу незнакомое слово. Если мне нравится какой-то кусок, у меня эта книга есть в электронном виде, я его копирую, либо записываю. То есть я специально перематываю назад. Я делаю саморез. То есть свои ключевые идеи. Я раньше их копировал просто из электронной книжки и на самом деле меньше остается, чем когда ты перепечатываешь ручками, осознавая и проживая эту мысль, чуть-чуть ее интерпретируя, переслушивая ее несколько раз. Намного больше осознания происходит. Но самое важное, что сколько я могу времени выделить на чтение книги? 30 минут. Да, за эти 30 минут, ну условно, я получу 100% качество восприятия информации. Да, если я правильно читаю, опять-таки. Не все правильно читают. А если я слушаю аудиокнигу, пускай качество восприятия уменьшится. Но я зато 2 часа могу ее слушать. То есть количество информации, которую я пропускаю через себя в чистом эквиваленте, даже с учетом потери на качестве, все равно в разы больше, чем если я просто сижу всегда с бумагой или с электронной версией. Когда ложишься спать и сколько вообще нужно спать? Как повысить качество сна? Ну вообще я стараюсь до 12 лечь. Я, кстати, нашел прямую корреляцию, что как только я ложусь в 10.30 или в 11, я прям высыпаюсь как бог, просыпаюсь рано, там в 7, в 6. Ну то есть мне 8 часов хватает. Сейчас я уже настолько выспавшийся и довольный, у меня нету бессонных ночей. Я перестал тусить по ночам, я вообще стараюсь ночью спать. Наверное, это приходит с возрастом, потому что раньше, когда тебе там 18, 17, ты готов любые часы тратить только на развлечения, на вечеринки. А сейчас для меня важно быть в состоянии ресурсном в таком. И поэтому, когда я ночью высыпаюсь, я чувствую себя офигенно. Я могу сравнивать свое состояние с моментами, когда у меня есть ночные рейсы, да, когда ты должен в 3 часа ночи поехать в аэропорт, в 5 утра у тебя самолет. Такое бывает. От некоторых городов ты не можешь улететь даже днем за большие деньги. И потом ты просто чувствуешь себя разбитым и невыспавшимся. И для меня прям важно высыпаться. Сплю 8 часов, просыпаюсь без будильника. Я, кстати, открыл для себя будильник в айфоне, который с этим такой специальный для сна, который пробуждает тебя вообще на лайте. Не просто там, а который так мелодичный, такую музыку тихо, спокойненько. И она прям божественно подобрана. Я другие будильники сейчас вообще не могу воспринимать. То есть он такой, ласково тебя будет, как мама в детстве говорит, Олежа, вставай. Это воскресное утро, когда на улице лето, и тебе не надо никуда идти, каникулы. И она просто будет тебя, чтобы пойти на пляж или в парк. Вот так же этот будильник ласково будет тебя. Безумно важной оказалась подушка. Я тут заходил в один салон сна, лаборатория сна в Москве. Там просто есть разные сорта подушек, сорта одеял. Там даже есть одеяло, которое, допустим, стоит 700 тысяч рублей. Одеяло, 700 тысяч рублей. Там есть подушки под стол 50 тысяч рублей. И что с ними? Ну там пух просто используется особый, да, там редкий. Вот, и, ну материалы. Ну это в том числе маркетинговая цена, наверное. Есть люди, которые не хотят спать на подушке из океи за 500 рублей. Я купил себе самую дорогую подушку в Асконе. Она стоила 20 тысяч рублей. И она двухсторонняя. И ты можешь поворачивать. И там разный гель специальный залит. И ты, когда спишь, ты можешь поставить теплую сторону или холодную. И мне так нравится на ней спать. Я прям реально стал лучше высыпаться. Я купил себе одеяло дорогое. Матрас очень большое значение играет. Я вот снимал квартиру в Сити. И там ребята сэкономили на кровати и поставили дешевый матрас. Это прям чувствуется, когда вот матрас, не знаю, за 10 тысяч рублей. А когда за сотку матрас, совершенно другое качество сна. Вот когда люди кайфуют в дорогих отелях. Белье вот это постельное, да, такое, подушки. Все это создает некое ощущение, когда ты высыпаешься, кайфуешь. Прям целая есть заморочка на эту тему. У меня друг даже светодиоды заклеивает на телевизоре. И полную темноту создает. Ставит специальную лампу, которая солнечным светом по графику заливает комнату. Музыка какая-то включается. Полная тишина. Ну, то есть там это прям, ну, можно очень глубоко в это погружаться. Это Sony 80 уровня просто. Да. У меня есть Google календарь. В него мой помощник, ассистент Ростик, закидывает разные встречи. На утро я вообще стараюсь не назначать. Я с утра занимаюсь музыкой. И раньше английским тоже с утра занимался. А так вообще деловые встречи я стараюсь назначать на время после 11. Насчет детокса. Ребята зацепила тема. И вот Данил спрашивает, какую детокс-программу ты посоветуешь. И желательно, которая не связана с выездом куда-то или большими финансовыми затратами. Ну, пусть смузи попьет. Я проходил очень интересную программу в Москве. Идея в чем? Все вредные вещества, которые мы принимаем, накапливаются у нас в микродозах в липидном слое. Я с детства, у меня аллергия, я пил супрастин. Я там вдыхал лаки, аэрозоли, краски разные. Я бухал, курил пару раз марихуану, когда в студенчестве попадал в разные компании. Курил кальян. Все это у нас проходит. Что-то фильтруется, что-то выводится, что-то в микродозах остается. Любые успокоительные. Я пил какой-то временный вопассит, когда меня кинули на 300 тысяч. Я там должен был год работать на эти деньги. Я пил всякие обезболивающие и так далее. Все это в целом влияет на твое общее состояние. Ты в 2 часа дня начинаешь кемарить. У меня такое было. Быстро устаешь. В 8 вечера уже никуда не хочешь. Я понял, что нужно что-то с этим делать. Я проходил программу. Я здесь не буду делать рекламу. Просто расскажу механику, что мы делали. Задача за 25-30 дней заменить липидный слой человека. То есть поменять жир, в котором содержатся кусочки микро вот этих веществ. Потому что 1 килограмм жира, насколько я помню, там чуть ли не километр сосудов создает кровеносных. И весь жировой слой нас пронизывает вот эти кровеносные сосуды, которые омывают в том числе всю нашу систему. И задача расширить сосуды максимально. Все промыть, вывести с потом. Соответственно, мы бегали с утра на дорожке 30 минут. Перед этим пили неоцин. Это B12 витамин, по-моему, называется. Он, никотиновая кислота, он расширяет сосуды. И ты весь красный, как рак, бегаешь на дорожке. У тебя кровь приливает. И потом на 4 часа в сауну. В 4 часа в сауну, под наблюдением врача, очень много пьешь. 3 литра в день ты принимаешь биоплазму. Специальный набор витаминов из Ирландии. К нам приезжали такие паки витаминов. Мы принимали соли, потому что, когда ты потеешь, у тебя очень много выводится микроэлементов, солей. Мы ввели дневник питания. Там нет никаких ограничений. Ты можешь есть все, что угодно. Просто ты должен есть не меньше килограмма овощей. Ну, условно. То есть, я там ел кучу моркови, кучу огурцов, кучу помидор. Но при этом я мог есть и мясо. Но и мясо я не ел. Поэтому я ел тунца, рыбу. Грудку мог есть, птицу. И это каждый день, каждый день, по 5 часов в день я занимался. То состояние, которое я получил, было сравни отрыву от земли. Твое тело становится таким легким, таким классным. Ты высыпаешься за 5 часов. Ты начинаешь чувствовать запахи. Но по-новому. У тебя появляется новая яркость картинки. Потому что зрительные нервы тоже по-другому начинают немножко работать. То есть, ты начинаешь лучше чувствовать, легче воспринимать все это. Вот мне вот эта штука очень понравилась. И я вот ее проходил. Можно ли было это сделать, выпив 2 смузи? Наверное, нет. Это гигантская работа. И мы пили постоянно там омега-3, омега-6, омега-9, лицетин. То есть, для того, чтобы липидный слой заменить. Сколько денег это стоило? 86 тысяч. Рублей? Да. Ну, плюс витамины. Ну, то есть, в пределах 100 тысяч часа эта программа проходит. Это месяц примерно длится. Но это ты должен... Прикинь, я весь свой график подстроил под это. В 8 утра каждый день с 8 до 2 я был занят. И все. Каждый день. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник. Неважно. И нельзя прерывать. Иначе весь эффект сломается. Ну, я здесь опять-таки... Ну, просто каждый должен найти для себя программу. Я здесь не являюсь евангелистом. Но все мои друзья в итоге после этого прошли ее. Ты писал, что у тебя дома даже холодильник не включен. То есть, ты вообще не кушаешь дома ничего из холодильника? Вообще ни разу. Не ел. За последние годы два, наверное. Ни одного снека, ни сухарика, ничего. Нет. А зачем? Если ты можешь полноценно питаться каждый день разной едой, зачем тебе дома все это держать? Я просто понял, когда я выкидывал три или четыре раза продукты. Раньше я их покупал. Но у меня настолько сейчас разнообразное питание. И плюс, я всегда совмещаю ужин с друзьями. Я всегда с кем-то ужинаю в разных местах, в разных. Каждый вечер. Для меня это отдельное приключение. Выбрать ресторан. Сегодня мы пойдем в китайский. Сегодня мы будем есть тум-ям. Завтра мы будем есть лосось или тунца в рыбном ресторане. Сегодня у нас вечер устриц. Не хочу геморроиться и заморачиваться. В эту историю. Ну то есть, наверное, придет время еще. Йоу-йоу-йоу, это снова я. Маленькая рекламная пауза. Хотя, как можно называть рекламой то, что делаем мы? На прошлой неделе я провел вебинар по упаковке франшизы. Он получился настолько интересным. И мы получили настолько крутые отзывы. Что, во-первых, друзья, мы будем продолжать. А во-вторых, я вам рекомендую, если вы пропустили этот вебинар, перейти по ссылочке. Вот здесь она где-то будет. Плюс в описании обязательно укажем. И посмотреть, пока этот вебинар не удален. Я там поделился всем нашим 16-летним опытом о том, как создавать франшизу. На что обратить внимание? Как избежать факапов? Как создать лояльные, партнерские отношения со своими франшизами? Я поделился. Я насчитал около 100 советов о том, как, собственно, делать и продвигать франшизу. Поэтому переходите по ссылке и смотрите. Вебинар, он очень-очень полезный. Дмитрий спрашивает, как изменилось окружение после решения не пить? Вообще, это, наверное, самое сильное решение было за последние 5-6 лет у меня. Полностью отказаться от алкоголя. Не на какое-то время, а до конца жизни. Я это сделал после того, как детоксикацию прошел. То есть я прошел детокс, и после того, как ты чувствуешь себя чистым, тебе не хочется помещать в себя никакое дерьмо. В том числе это и к идее относится, да, и, конечно же, к напиткам. Очень интересно произошло, когда у тебя сильный эгрегор, и когда ты очень сильно уверен в правильности своего действия, я уверен, что не пить это очень круто, и алкоголь вообще добра никому не несет. Мой партнер по бизнесу Ваня, раньше тоже мы с ним выпивали, у нас была общая реальность. Он просил пить, он перестал бухать. Сотрудникам стало неловко. Корпоративы стали все меньше алкоголя содержать в себе, потому что я не хотел финансировать алкофеерии вот эти. Мы максимум стали покупать вино. Кто-то там заказывал виски, но это было один-два сорта алкоголя, и он был в очень умеренных количествах. Ну, то есть у меня сейчас в окружении нет тех, кто бухает. Когда мы едем куда-нибудь, вот я недавно вывозил всю команду в Турцию, заплатил за всех, за пятизвездочный отель, мы поехали, онклюзив. Да, там кто-то из ребят пил винишко. Я здесь никогда не хожу, не говорю им, типа, ребята, уберите алкоголь. Каждый сам решает, что в себя помещать, чем почивать свой мозг и свой организм. Во сколько лет лучше жениться и жениться ли вообще? Вот я к этому вообще, к возрасту как таковому отношусь очень с особым таким скептицизмом, да, потому что, ну что, есть какая-то книга, как правильно жить, правила жизни. Во сколько лет нужно начинать бизнес? Во сколько лет нужно уходить на песни? Во сколько лет нужно умереть? Во сколько лет нужно жениться? Я не женился. Я не знаю, во сколько надо жениться. У меня есть друзья, которые 18 лет женились. Я знаю людей, которые в 40 только подходят к осознанному решению и строят брак. Сразу же качественные, сильные, уверенные все люди. У меня своя плотность времени. Те, кто планирует прожить 60-70, я планирую прожить 100-120. И у меня сейчас там самое еще юношество идет, да, там, а для кого-то это уже вторая половина жизни, вот. Или большая часть уже прожита, да. И знаешь, как, типа, говорят, высыпаешь из коробка спички. Спичек в коробке примерно столько же, сколько человек может прожить лет. И ты убираешь те спички, которые ты уже прожил. И смотришь на ту горку, которая осталась, бывает очень грустно. Там, по-моему, в коробке 60 или 70 спичек обычно. И вот ты когда там убираешь, 20, 30, 40, у тебя очень интересные остаются спички. Две горочки такие. Да, каждую из которых ты ценишь. Как уйти от работодателя в свой бизнес так, чтобы остались хорошие отношения? А, возможно, и партнерство, спрашивает Сергей. Самая, конечно, болезненная тема, это когда твой сотрудник хочет уйти и открыть такую же компанию, как у тебя. Как уйти от работодателя? Ну, просто по-человечески сказать ему, что ты больше пользы принесешь. И я думаю, что любой адекватный человек отпустит. А удерживать силой, ну, это не очень правильно. Я поэтому стараюсь не брать предпринимателей к себе в компанию. От тебя из Вайтвелла кто-то уходил создавать свое агентство недвижимости? Нет, нет. Я не беру предпринимателей. Я беру хороших, сильных профессионалов. Как распознать на этапе собеседования предпринимателем или нет? Спроси. Какими вопросами? Самое, самое, ну, то есть, есть хитрые предприниматели, которых не распознаешь ни за что. Может быть, через детектор лжи. Да, их намерение будет понятно. А есть какие-то очень такие, знаешь, простые. И они говорят, я хочу посмотреть, как у тебя все работает и открыть такую же компанию. Как долго ты планируешь у меня проработать? Ну, месяц, два, три, год. Если человек называет четкую дату, ну, год максимум, типа, или там, полгода. Понятно, что он уже все рассчитал. А правильный ответ какой? Ну, типа, я не знаю, сколько надо будет. Ну, сколько, сколько проработаю. Ну, то есть, хотелось бы, чтобы люди приходили навсегда. Сурен спрашивает, что тебе помогает снимать блоки в голове? Ну, сначала ты их устанавливаешь, эти блоки, потом снимаешь. Есть четыре потока, да, по которым с людьми может что-то происходить. Первый поток, когда ты что-то делаешь другим. Если ты что-то делаешь плохое, то из-за этого у тебя может возникать блок. Ну, то есть, ты много приносишь несчастья, из-за этого ты можешь какую-то область перестать воспринимать. И как бы ограждаешь себя от нее. У тебя могут ноги отключиться. Психосоматика вся оттуда идет. Или зрение начнет падать. Или рука перестанет двигаться. Второе, это когда тебе что-то делают люди. Да, ну, например, тебя побили, или тебя заставили что-то сделать. Девушку склонили к близости. Понятно, что у нее после этого может быть блок. Да, то есть, блок из-за навязанной какой-то реальности или навязанного общения. Третий блок, может быть, когда людям, другие люди что-то делают, а ты просто наблюдаешь. Ну, например, твою собаку сбила машина. Или твоего ребенка кто-нибудь поколотил, например. А ты это увидел. Да, или там, я вот помню, я сидел просто во дворе, и в это время упал чувак просто. Ну, с крыши прыгнул, и он прямо передо мной вот так вот упал. Я сидел, он еще двигался и, ну, какие-то звуки издавал. Ну, это было очень такое интересное переживание. А где это было? Это в Озерске. Он выжил? Нет. Но вопрос в том, что после этого у людей могут возникать блоки. Ну, например, на то, чтобы где-то находиться, с кем-то общаться или что-то видеть. Ну, например, ты можешь видеть, как другие люди воруют. И после этого, ну, там, тоже по-другому начать делать. И четвертый источник, четвертый поток, это когда ты сам себе что-то делаешь. Ну, когда ты бахаешь, допустим, наркоты, или там набухиваешься так, что ты не можешь ходить. Или когда ты пичкаешь себя успокоительными или психоделиками. Или когда ты куришь травку или кальян. Или когда ты объедаешься всяким дерьмом. Кто виноват-то? Ты сам себе можешь. Ты можешь перебухать так, что у тебя блок возникнет, да? Вообще к веселью, например. Не к алкоголю, а к веселью. Или ты можешь так обожраться, что потом, когда ты будешь чувствовать какие-то запахи, тебя начинает тошнить. Это тоже блоки разные, да? Или ты можешь сломать себе ногу и после этого бояться бегать. И бояться скорости, например. Или ты можешь получить, удариться головой в момент, когда ты делаешь работу, и после этого у тебя будет неприятное ощущение в момент, когда ты садишься работать. Вот это все сложная составная картина. Какие блоки? Откуда они возникли? Понимаешь? Я это прорабатывал. Я ходил специально на тренинги. Ну, на, грубо говоря, работал с психотерапевтом для того, чтобы понять вообще, где какие блоки есть. Блоки могут быть в общении, блоки в отношениях. Блоки могут быть по отношению к самому себе, в своих убеждениях, в своих целях. Очень много ложных целей. То есть человек просто идет в другую сторону. Ему навязали какую-то цель, значение которой он до конца не понимает, но она очень социально одобряемая, значимая, и вот он херачит туда. А это вообще не его. У него может из этого вообще такие блоки возникать интересные. Поэтому у меня недостаточно данных для того, чтобы ответить на вопрос, какие блоки. Ну, их много разных бывает. Как с ними работать? Прорабатывать, проходить, понимать причину и снимать их. Если ты приходишь в квартиру, у тебя ковер мокрый. Ты можешь менять ковер. Ты можешь поставить пушки сушильные. Ты можешь поменять квартиру. Но вопрос в том, что ты не решишь проблему текущую батарею, понимаешь? Если у тебя из батареи течет вода, что бы ты ни делал, два ковра постели. Поменяй пол. Пока ты дырку в батарее не заткнешь, ничего не изменится. Вот надо найти эту дырку. Reason why? Настоящую причину, почему это происходит. Докапываешься до нее, и после этого можешь через это пройти и с этим поработать. Есть целая технология, которая с этим работает. У меня 4 занятия было по фортепиано. И я тут разучил одну песню. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, вам понравилось, но не выключайте, потому что у нас есть вторая часть этого интервью. И все, что нужно сделать, это написать мне в директ в инстаграме. Ссылка на мой инстаграм будет в описании этого видео. И, конечно же, в вашей любимой подсказке вот здесь. Клацайте, переходите. Пишите мне в директ. Хочу вторую часть с торбосом. И я вам обязательно пришлю ссылку. Конкурса у нас сегодня не будет. То есть, призов разыгрывать не будем. Ну, кроме второй части. Но там все понятно. Получит каждый желающий. Потому что, ну, решил потестировать такую штуку. Насколько вы готовы комментировать, если конкурса нет. Понравилось вам интервью? Напишите, пожалуйста. Поставьте лайк. Потому что очень многие смотрят контент. Мы настолько крутые отзывы получаем, что интервью там перевернуло практически их жизнь какое-то. Что классно, ребят, продолжайте. И все, что нам нужно, на самом деле, это ваша поддержка в плане распространения контента. Потому что, ну, вы видите, мы не какие-то там звезды бизнеса. То есть, нас не расхватывают на цитаты СМИ и так далее. Поэтому у нас вся надежда на вас, на зрителей. Поэтому, если вам нравится тот контент, который мы делаем, возьмите самый ваш любимый ролик интервью Франч ТВ и просто поделитесь им с друзьями. Расскажите, что вам понравилось в этом интервью. Напишите в соцсети. Отметьте нас. Мы придем, вас похвалим, поблагодарим. На этом все, друзья. Увидимся с вами уже очень скоро на следующей неделе. Мы уже готовим для вас следующий ролик. И он будет очень-очень интересный. Обязательно дождитесь следующий выпуск. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова